Аллея в честь 30-летия транснефти. Крупнейшей мировой нефтетранспортной компании появилась в Хабаровском парке «Динамо». Ее высадили сотрудники дальневосточного филиала компании. 30 саженцев рябины украсили городской парк культуры и отдыха. Это еще один подарок ко дню города. Подробности далее. Еще чище стал воздух в городском парке культуры и отдыха «Динамо». И без того цветущую территорию озеленили молодой рябиной. 30 саженцев в честь 30-летия крупнейшей мировой нефтетранспортной компании «Транснефть» высадили сотрудники дальневосточного дочернего предприятия. «Транснефть Дальний Восток» с 2013 года транспортирует углеводородное сырье по нефтепроводу ВСТО-2. И с первого дня работы активно реализует экологические проекты. Мы прекрасно понимаем, что вклад в экологию – это вклад в наше будущее, вклад в будущее наших детей, вклад в будущее нашей планеты. Философия бережного отношения к окружающей среде сопряжена со всей работой компании «Транснефть Дальний Восток». В транспортировке нефти используется инновационное оборудование и технологии. Например, резервуары с плавающими крышами не позволяют парам нефти выходить в атмосферу. Кроме того, предприятие вносит огромный вклад в лесовосстановление и реализует программу по воспроизводству водных биоресурсов. 24 часа в сутки мы проводим экологический мониторинг. Мы корректируем планы своей работы с учетом сезонной миграции животных. «Транснефть Дальний Восток» – это в первую очередь энергетическая безопасность. Благодаря работе предприятия нефть круглогодично поступает на нефтеперерабатывающие заводы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также в Приморский порт Козьмино, откуда идет на экспорт. «Транснефть» является нашим энергетическим партнером, обеспечивая бесперебойную подачу энергоносителей. «Транснефть» принимает все возможные, по нашему мнению, все возможные меры для того, чтобы транспортировка нефтепродуктов была максимально безопасна, максимально экологична и приносила максимально комфорта для жителей Хабаровского края. «Транснефть Дальний Восток» – это один из крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Кроме того, с поддержкой филиала за последние несколько лет в Хабаровске отремонтирован стадион имени Ленина, Градековский музей, оборудован детский технопарк «Кванториум» и не только. «Вы привлекли больше 2,5 миллиардов средств только за 2022 год в регион. Вы на благотворительность потратили больше 150 миллионов. Мы благодарим от лица правительства вас за оплодиленную работу». Высаженная аллея станет украшением парка «Динамо». Участники акции решили, что будут ухаживать за деревьями и приводить сюда своих детей. Игорь Сукачев, Мария Шулешко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.